Недовольство судами в нашей стране давно не редкость. Спорные приговоры вызывают не только общественный резонанс, они периодически заставляют выходить людей на акции протеста. Как отметила председатель Верховного суда, на встрече с представителями СМИ сегодня активно ведется анализ принятых кодексов. Кстати, отчасти их недоработку главный судья страны все же признает. По словам Гульбары Калиевой, судебный корпус в рамках реформ обновился на 70%, но работа над ошибками продолжается. Есть, конечно, какие-то моменты, может быть, не совсем четко отрегулированы. Мы обучили и судей-криминалистов, и следственных судей новому законодательству. Другой вопрос, что когда при принятии, может быть, какие-то коллизии были, шероховатости были, которые не разлетели своевременно. И вот сейчас мы по итогам работы уже трех месяцев готовим такие изменения. Изменения. И в кодексе о нарушениях уже были приняты изменения. Где-то и бухгаловно-процессуальный кодекс, где-то еще не отрегулированные моменты есть в законном прокуратуре. То есть все это сейчас как раз у нас нами анализируется. Финансирование судебной системы увеличилось в разы. На эти деньги не только платят заработные платы судьям, которые, к слову, варьируются от 25 до 50 тысяч сомов. Обновляется также инфраструктура. Проведен отбор кадров и совет по отбору, принимаются новые законы. Это если о хорошем. Но журналисты не были бы таковыми, если бы не нашли ложку дегтя. В частности, коснулись тех самых законов, которыми судьи оперируют, вынося спорные решения по пишущей братии. Последнее время стало обычным делом подавать многомиллионные иски на информыздания и отдельных журналистов, заставлять удалять публикации и статьи. Когда журналист берет интервью, он не знает, что ему ответит респондент. Поэтому привлекать его за то, что просто распространил информацию респондента, нельзя. Журналист просто может не знать юридических тонкостей. Законы, которые применяют в отношении средств массовой информации, интерпретируются судьями по-своему, потому что нет четкого разделения. Поэтому нужно поднять этот вопрос и передать его научно-консультативному совету. Тем не менее, кадровый вопрос в судебных органах по-прежнему вызывает сомнения. Об этом говорят хотя бы предъявленные обвинения семи представителям Фемиды. Эти нечистые на руку судей подозреваются в мошенничестве, коррупции и превышении полномочий. И это еще не весь список того, в чем обвиняются судей. Среди них экс-председатель Свердловского райсуда столицы Эльвира Джаркеева. Или судья Октябрьского районного суда Ирнис Чоткараев, обвиняемый в присвоении денег от штрафов. Как стало известно, он со своими пособниками уничтожил сотни административных материалов за два предыдущих года. По поводу так называемого телефонного права, то глава Верховного суда призналась, что никогда не пользовалась своим положением и не давила на своих подчиненных. Да, мне звонят и обращаются с просьбой по какому-либо делу. Но когда я говорю, что телефон прослушивается и что все будет рассмотрено согласно закону, то сразу все понимают. В Верховном суде или в других судах я уверена, подтвердят, что я им не звоню и не оказываю никакого давления. О том, что судебную систему надо улучшать, 11 марта на очередном съезде судей говорил Сорунбай Джейнбеков. Глава государства высказал в адрес представителей Фемиды ряд замечаний. Президент тогда напомнил, что на развитие судебной системы только в этом году было направлено 2 миллиарда 155 миллионов сомов. Однако результаты оставляют желать лучшего. Алексей Немашкал, Алтымбек Бедилов, Денарбек Дукдурбекулу, НТС.